Привет, друзья! На рынке смартфонов, наконец, телефоны с ёмкой батареи перестают быть редкостью. Но толкают производителей на увеличение ёмкости аккумуляторов в возрастающей мощности, которая требует больше энергии, и мы снова получаем не такое большое автономное время работы. И сегодня мы поговорим о телефонах, у которых в приоритете именно автономность. И забегая вперёд, скажу, что мы нашли интересный вариант смартфона, который оценят, наверное, экономные и ценящие в телефонах именно автономность пользователи. Но этому аппарату мы посвятим один из последующих роликов. А пока... Смотрите в этом видео! Телефоны с ёмкой батареи, две легенды, Lenovo P70 и Highscreen Power 5, каждому своё. Большой экран и процессор от Intel. Как себя покажет Lenovo P90 против Lenovo P70 на Mediatek? Тест производительности и батареи в режиме реального использования. Перед вами два телефона, заслуживших признания среди нет, ни гиков, ни любителей новинок с бескомпромиссной производительностью, а самых простых людей, большую часть из которых и составляет наша аудитория. Highscreen Power 5 не может похвастаться невероятной мощью, но его батарея, ёмкостью в 5000 мАч, способна проработать неделю в режиме смартфона, а при активном использовании 5 дней. При этом он не напоминает кирпич. Симпатичный телефончик с нормальной толщиной. Есть в комплекте штатный чехол, который устанавливается вместо задней крышки. А вот батарея Lenovo P70 при своих 4000 мАч, казалось бы, должна лишь на 20% отставать от Power 5. Но нет, в некоторых режимах использования не дотягивает и до половины. Зато Lenovo P70 явно быстрее и отзывчивее. Возможно, в этом ему помогает не только более мощное железо, но и замечательная оболочка. Признаться мне лично, она нравится больше других, известных мне на андроиде. P70 работает на базе 64-разрядного Mediatek MT60752 с 8 ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,7 ГГц, и графического чипа Mali-T760. Тут нет младшего брата с низкой частотой для снижения энергопотребления. Ну и производительность должна быть отличной. В хайдскрине установлен также Mediatek, но MT6735. Это четырехъядерный процессор, построенный также на Cortex-A53, но с частотой 1,3 ГГц. За графику тут отвечает Mali-720. Это железо принято считать средним уровнем, хотя на сегодняшний день, наверное, ниже среднего. Но это очень хорошо отражается на длительности автономной работы. Стоимость нового Lenovo P70 выше, чем Highscreen Power 5. 20 тысяч против 15. Несмотря на то, что в Lenovo P70 установлена не самая свежая версия операционной системы Android. KitKat. Стоимость BU-аппаратов сближает их. 12 тысяч рублей за Lenovo P70 и 10 тысяч рублей за Highscreen. Кстати, найти BU Lenovo P70 сложнее, предложений крайне мало и в основном с телефонами для китайского рынка, у которых LTE в России не работает. Пятидюймовые дисплеи совершенно разные. AMOLED с разрешением 720 на 1280 пикселей у Power 5 и GK IPS с тем же разрешением у Lenovo. По идее, AMOLED дисплей Highscreen должен быть экономичнее, так как нет нужды постоянно держать включенную подсветку. При отображении черного цвета пиксели просто не горят. Но невооруженным глазом видно, что зернистость Highscreen выше при одинаковом разрешении. Давайте посмотрим на дисплей через микроскоп. При сильном увеличении вы можете увидеть структуру матриц. И уже сейчас видно, что IPS-матрица, установленная в Lenovo, занимает большую площадь полезными элементами. Но давайте немного удалим изображение, и тут уже хорошо заметно то, о чем я говорил. Явно большая зернистость AMOLED при том же разрешении. Сейчас мы перейдем к тестовым табличкам, но прежде я хочу познакомить вас с еще одним аппаратом от Lenovo. Это P90. Этот смартфон с такой же оболочкой, что и P70, с той же версией операционной системы Android, с такой же по емкости батареей, но с большим экраном 5,5 дюйма и разрешением Full HD. Но не это главное. Главное, что он построен на базе Intel Atom Z3560 с 3D-ускорителем PowerVR 6 серии. Процессор мощный, некоторые его сравнивают со Snapdragon 800, но есть и такие, кто говорит, что Atom Z3560 это полнейший провал. А между тем, это 64-битный 4-ядерный процессор с архитектурой x86, выполненный по 22-нанометровой технологии. Частота 1,83 ГГц. Звучит хорошо, но как все это схожется на батарейке? Мы добавили этот смартфон к сравнению, чтобы вы смогли оценить производительность и энергоэффективность процессоров Intel и Mediatek в телефонах с равной стоимостью. Ведь P90 стоит практически столько же, сколько и P70, а найти его на вторичном рынке проще. Цена БУ даже дешевле, как у Highscreen Power5 в районе 10 тысяч рублей. Ну, приступим к тестам. Сначала пройдемся по бенчмаркам. Комплексный тест Antutu оценивает производительность P90 выше остальных. А P70 на добрые 10 тысяч баллов поднялся выше Power5. Но все равно разница на четверть – это не разница в половину, какую нам демонстрирует 3DMark. Поэтому обратимся еще к одному бенчмарку – Geekbench, который подтверждает колоссальную разницу в производительности между Power5 и P70. Но P90 оказался вовсе не лучшим. В общем, бенчмарки – не лучший инструмент, хоть и удобный. Возьмем лучше две популярные игры с высокими требованиями. Например, World of Tanks Blitz, где Lenovo P90 возвращает лидерство, а Power5 вновь отстает. Но так ли значительно? На средних вполне можно играть, не говоря о низких. Вам же не травкой любоваться, а фраги набивать. В Asphalt 8 играть комфортно на всех телефонах. Правда, Highscreen у Asphalt дается только на средних, а оба Lenovo без проблем работают на высоких. Но P90 в некоторых местах по непонятным причинам подлагивает. Переходим к тесту батареи. Все тесты проводились при яркости экрана 100%. Если это видео, то и громкость звука была выставлена на 100%. Телефоны во время тестирования находились в мобильной сети. Начнем с просмотра видео офлайн. Для теста видео использовался PlayerVilt и фильм Full HD в МКВ. Мы думали, что не дождемся, когда сядет батарейка у Power5 в 18 часов. Друзья, за это время можно из Москвы доехать поездом до Тольятти и купить там новенькую заряженную калину Sport прямо с завода, чтобы на ней вернуться домой. Так как время покупать отечественное. Ну да, вернемся к тесту. Удивил P90. Напомню, у этого аппарата разрешение в два раза выше, чем у P70. Производительность в целом выше или равна. Батарея такой же емкости, а отстала от P70 в этом тесте всего на 1,8%. Игры. Мы постарались в равной степени поиграть и в тяжелые 3D-игры, требующие интернет-подключения, и в бессмысленные раннеры. Ну и в целом охватить самые популярные жанры. И тут преимущество High Screen также близко к двукратному. А P90 сравнялся по времени с P70. Вебсерфинг и просмотр видео онлайн. 20% мобильный интернет и 80% Wi-Fi. В этой дисциплине P70 наконец оторвался от P90. А Power5 снова молодец. Ну и что в итоге? Вывод, конечно, на поверхности. Более емкая батарея, естественно, лучше. Но давайте копнем чуть-чуть глубже. Казалось бы, 4000 мАч это на 20% меньше, чем 5000. Но High Screen Power5 превосходит P70 не на 20%, а в 2 и более раза по автономной работе. Тут сказывается все. И более экономичный дисплей, и в большей степени менее прожорливое железо, которого, впрочем, хватает на все. Но P70 в те же два раза иногда более превосходит Power5 по производительности. С ним приятнее работать, выглядит он лучше, ну, интереснее, как минимум. Нет этого ужасного зерна. Других особенностей сегодня мы касаться не будем. Ну и так понятно, что Power5 это решение для людей, предпочитающих длительность автономной работы всему остальному. При этом они вовсе не лишают себя ни одной потенциальной возможности. Смартфон сможет все, что может и любой другой на базе Android. С оглядкой на производительность, конечно. А вот P70 куда более универсален. Тут и поиграться в радости, и в интернете странички более резво открываются. И перемещение по собственной оболочке глажен. Ну, тут, конечно же, нужно додать должное оболочке Lenovo. Что касается P90, то сегодняшний тест должен несколько охладить противников процессоров Intel в телефонах. По всем признакам, P90 должен был отстать от P70 на Mediatek. А нет. Выходит, что не врал, маркетолог Intel. Чипы и в самом деле очень энергоэффективны. У нас есть центральные процессоры, которые потребляют меньше энергии. Гораздо меньше энергии, чем все остальные. И не стоит опасаться атомов в смартфонах. На этом все. Мы очень рады, если смогли оказаться вам полезными. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok